Единственный человек в США, не питающий враждебных чувств к России, это Дональд Трамп. И если бы он стал президентом, тогда ситуация могла бы поменяться. Но пока что его президентство находится под большим вопросом. Об этом заявил нашему телеканалу политолог и публицист Джордж Самуэли. Его интервью смотрите прямо сейчас. И прямо сейчас у нас на связи из Нью-Йорка автор письма, политолог и публицист Джордж Самуэли. Джордж, здравствуйте. На какой результат вы рассчитываете, адресовав письмо генеральному прокурору? Я не ожидаю очень огромные результаты. Это потому что государство Обама, это, конечно, очень плохие отношения к России. Так что они не будут серьезно об этом думать. Но это очень важно, чтобы какой-нибудь такой письмо написать, чтобы сказать что-нибудь о этом человеке. А известно ли вам, дошло ли ваше письмо до генеральной прокуратуры? Я не знаю. Я не знаю, что это дошло. Я думаю, надо ждать, если время будет, может быть, через неделю, две недели, я не знаю. Это довольно медленно все идет тут. Скажите, пожалуйста, вы пишете в своем письме, что Ходорковский переводил лоббистам, да и, собственно говоря, конгрессменам и даже президенту огромные деньги. О каких суммах может идти речь? Да, это очень огромный денег. Я не знаю точно, сколько это денег, но это очень большие деньги. Это очень... В контексте Америки, это очень... Особенно когда выборы и все такое, это очень огромные деньги. Я думаю, это весьма внушительные суммы, особенно в контексте американской политики, где обсуждается вопрос влияния на выборы за счет своей доминирующей позиции. И это существенная проблема. Джордж, в чем же состоит нарушение законов США, если деятельность лоббистских компаний в Америке вполне законна и легальна? Ну, точно. Речь в вашем письме идет о резолюции 322, где США осуждают российское правосудие. Скажите, пожалуйста, есть ли в нынешних условиях хоть какой-нибудь шанс, что эта резолюция может быть отозвана или хотя бы пересмотрена? Нет, я так не думаю, потому что политическая и финансовая элита в США в целом весьма враждебно настроена против России. Единственный человек в США, не питающий враждебных чувств к России, это Дональд Трамп. Если бы Трамп стал президентом, тогда, думаю, ситуация могла бы поменяться. Но пока что его президентство находится под большим вопросом. А тем временем практически с полной уверенностью можно сказать, что ярые антироссийские и антипутинские настроения будут доминировать в США, в частности, в Вашингтоне, где проживает элита. Вы действительно думаете, что после выборов, если вдруг Трамп победит, ситуация может измениться? Да, я думаю, такой вариант возможен. Потому что он открыто и не раз заявлял, что хочет построить хорошие отношения с Россией, что он не видит каких-либо причин для плохих отношений с Россией. Это весьма необычное поведение для политического кандидата. И тот факт, что он выступает с такими заявлениями, означает, что для него это вопрос принципиальной важности, что здесь он не пойдет на уступки. Ведь любому политическому кандидату проще всего было бы сказать, мы выступим против Путина, мы ужесточим политику в отношении России, мы нанесем России серьезный удар, отправим оружие на Украину, расширим НАТО и так далее. И так говорят почти все политические кандидаты в США. А когда кто-то идет против течения, то значит для него это серьезный принципиальный вопрос. Джордж, скажите, пожалуйста, не могли бы вы еще раз нам объяснить эту схему, по которой деньги от Ходорковского, который, напомню, был в то время в тюрьме, попадали в высокие американские кабинеты? Мне кажется, что у него огромные связи в среде политической и финансовой элиты США. Вам наверняка известно, что он работал с группой Халил, с Ротшильдами в Англии, он сотрудничал с Соросом. В США у него целая сеть связей. И отчасти в этом состоит его стратегия. Он получает свою власть за счет перевода денежных средств. Вероятно, вы знаете, как изначально он попал в затруднительное положение. Он собирался продать свои акции в Юксе крупным нефтяным компаниям, в частности Шеврон. Так что у него налажены весьма неплохие связи с американской политической и финансовой элитой. Как этого добиться? Переводя деньги на их счет. Джордж, скажите, пожалуйста, вы пишете в своем письме, что, я процитирую даже, американцы заметно устали от бесконечных пристрастных нападок, пустых обещаний политической коррупции на самом верху власти. А как проявляется эта усталость? И проявляется ли вообще? Как такое происходит? Дело в том, что люди просто устали от коррупции. В результате формируется правительство, которое полностью игнорирует желания народа. Тогда появляется правительство, толкающее страну на совершенно бессмысленную борьбу, на ведение которой у большинства американцев нет ни времени, ни желания. И в один прекрасный день оказывается, что они вовлечены в серьезную конфронтацию с Россией. Откуда взялась эта конфронтация? Дело в том, что влиятельные люди подталкивали правительство США к вступлению в эту конфронтацию. Оплатить придется американскому народу посредством налогов или огромных военных расходов. Или, что еще хуже, покрывать расходы на военное столкновение. И сейчас во всю эту историю американцев толкает коррумпированная элита, которая на самом деле имеет свой финансовый интерес в сохранении этой глупой и бессмысленной конфронтации. Спасибо вам большое, Джордж, что уделили нам время. А на связи с нами из Нью-Йорка был политолог и публицист Джордж Сэмэлли. Продолжение следует... Продолжение следует...